В разведении орхидеи каждый орхоман хочет получить как можно быстрый результат. Но иногда бывают моменты, когда орхидея дает детку, и эта орхидея в течение года может уже дать плоды, то есть зацвести. То в разведении семенным способом здесь приходится ждать намного дольше. Но зато результаты здесь не одна орхидея, а уже 100, 200, 300 и более. Ну как у кого получится. Но как бы там ни было, цель каждого орхолюбителя это все же увидеть, как цветут эти орхидеи, эти прекрасные цветы. И конечно же, как можно дольше наслаждаться. Некоторые отцветают за полтора-два месяца. Некоторые цветут по полгода и больше. Дикий кот, например, может цвести и больше года. Но это зависит от уже разновидности сортов. Ну а я рад снова встретиться с вами. Добрый день! Меня зовут Станислав, и вы на канале Орхидеи Дома. И речь сегодня снова пойдет про семенное разведение орхидеи. Кстати, на канале Орхидеи Дома есть специальный плейлист, который так и называется. Разведение орхидеи семенами. В котором уже есть 32 видео. Так вот, 13 января этого года вышло видео, которое называется «Размножение орхидей дома». 100% способ, как получить из двух орхидей, сразу тысячу орхидей. Получится новый сорт. Так вот, хочу сразу сказать, кто не смотрел это видео, рекомендую. Так как это видео каждый месяц на протяжении этих 5 месяцев продолжает набирать обороты. В общем, кто не смотрел, приглашаю. Ну, а те, кто смотрел, хочу напомнить. Вот видео, отрывок точнее, из того видео за 13 января. Где мы в прямом эфире, так сказать, сделали опыление вот этой орхидеи. Black Stripes. И результаты этого опыления я хочу сегодня показать вашему вниманию. Ну, давайте, вот смотрите, как это происходило. И как эта орхидея выглядит сейчас. Хочу сразу обратить ваше внимание, что орхидея не стала наращивать дальше много корней и новую листовую массу. Она все свои силы направила на развитие семенной коробочки. Если сейчас у кого-то возникнет вопрос, нужно ли удобрять такую орхидею. Да, нужно. Я удобрял эту орхидею на протяжении всего этого периода примерно раз в 2-3 недели удобрением, которое универсальное. С НПК, там 20-20-20, например, или 10-10-10. Ну, то есть, с равными долями азота, фосфора и калия. А вернуться к этому вопросу, я решил по той причине, что некоторые из вас решили повторить за мной. Итак, вот, зрительница Юлия оставила комментарий. Как понять, что пора снимать коробочку? Она подсыхает? Просто не записала, когда пыляла. Просто попробовала по вашему видео и получилось с первого раза. Поздравляю Юлию и всех тех, у кого получилось. И вот второй комментарий. Юля так и написала. У меня получилось наконец-то. И сразу я вспоминаю, как получилось в первый раз у меня. Какие это были впечатления. Но давайте вернемся все-таки к орхидее и к семенной коробочке. И я хочу дать вам такой совет. Не опирайтесь на количество дней. Опирайтесь на цвет семенной коробочки. И вот видите, если еще три дня назад она была темно-зеленая. Буквально за три дня эта коробочка, смотрите, как начала желтеть. Это свидетельство того, что не сегодня-завтра она треснет. И из нее начнут высыпаться миллионы семян. Кстати, у этого сорта, вот видите, она такая желтовато-коричневая стала цветом. А предыдущее видео, которое выходило на канале. И, кстати, вот в этом видео за 13 января. Там семенная коробочка орхидеи Джейрайт, по-моему, если я не ошибаюсь. Такая темно-красно-багряного, бурякового такого цвета. Так что, то, что семенная коробочка уже подходит, не опирайтесь, еще раз хочу сказать, на количество дней. Опирайтесь на ее внешний вид и то, что она меняет свой окрас. Ну, а то, что касается количества дней, скажу вам, что из моей практики самобыстро созревала, по-моему, белая орхидея. Я не помню уже, на кого она была опылена 120 дней. Но были и орхидеи, у которых коробочка созревала 180 дней. В нашем же случае сейчас, ну, давайте, получается, если с 13 января это 150 и еще, ну, грубо говоря, 160 дней. Еще даем день-два на то, что эта коробочка должна треснуть. Грубо говоря, созрела она за 160 дней. На канале есть уже несколько видео, в которых рассказывается про семенные коробочки и сбор. И в правом верхнем углу я оставлю ссылочки на эти видео. Так что вы сможете перейти на эти ссылки и посмотреть предыдущие видео, как собирали семена. А еще мне очень интересно узнать, кто из вас еще опылял и у кого какие результаты. Также мне интересны сорта, какие вы опыляли, какой на какой. В моей практике я заметил, что если орхидею с меньшим цветком опыляешь на орхидею с большим цветком, то тогда все получается. А когда опыляешь орхидею с большим цветком на меньшей, у меня, к сожалению, пока мисс еще не получилось. Ну, а равномерные цветы, скажем так, плюс-минус там полсантиметра, сантиметра, как правило, все всегда получается. Ну, и конечно же, когда у орхидеи, вернее не у орхидеи, а у семенной коробочки уже поменялся цвет, то обязательно тогда сделайте вот такой вот пакетик. Я делаю бумажный, кто-то делает из целлофана, это не важно, из чего он будет сделан и как, главное, чтобы вы не потеряли свои семена. Я делаю вот таким образом, беру обычный листок, складываю его и внизу прикрепляю степлером. И вот такой делаю уклон, чтобы семена сыпались вот в такой карманчик. И все семена у меня будут сыпаться вот сюда. Ну вот, надеюсь, я ответил на вопрос Юлии, жду, конечно же, от вас новые вопросы, мне очень интересно на них отвечать, делать видео под них. И, конечно же, оставляйте лайки, делитесь ссылкой на видео со своими друзьями, оставляйте комментарии и приходите на канал Орхидеи дома снова и снова. А на сегодня всем пока!